Мнение о том, что Кремлю под путинские псевдовыборы нужны яркие картинки военных успехов, логично и не лишено оснований. Не лишено оснований мнения, что яркие поражения оккупационной армии РФ негативно отразятся на голосовании. Но если взглянуть поглубже и в динамике, то ситуация может выглядеть слегка по-другому. Маловероятно, что микроуспехи типа взятия Авдеевки или локальные поражения армии РФ и даже падение моста в Крым дадут другой, чем известный заранее результат голосования за Путина. Называть такой ритуал выборами нельзя, так же, как нельзя назвать выборами подобный обряд времен СССР. Госдума очень правильно назвала такие ежегодные шоу «единым днем голосования», а не «выборами». Эта ритуальная служба еще могла давать лет пять назад мелкие сбои на голосованиях на периферии империи, на Алтае или в Хабаровске, но подобное исключено при голосовании за царя. В этом контексте ритуальная служба Кремля уже работает не столько на результат, как на картинку сопровождения обряда голосования. Служба исходит из собственных представлений и протоколов, чем надо сопровождать такие выборы. Есть и свой интерес к освоению сметы. Ритуальная служба считает, что в текущей ситуации недостаточно, чтобы Путин пощупал огурцы в теплице на Чукотке и в марте сводил корюшку на нерест в Неву. Гвоздем программы назначено предвыборное наступление в Украине, которое должно перекрыть весь негатив от прорыва труб, дефицита яиц и других нагораздов. Все это должно выглядеть мелкой ерундой по сравнению с захватом еще нескольких участков в Украине. При этом ритуальная служба Путина игнорирует то, что чем больше она старается на фронте, тем основательней сама пилит гроб с клиентом. Ответом на захваты расистами села Веселое в Донецкой области и Крахмальное в Харьковской стало появление украинского флота в Балтийском море и нанесение 19-20 января ударов дронами по нефтебазе в Свято-Ленинграде и газовому терминалу в Усть-Луге. Если предвыборное наступление Путина будет продолжаться в таком темпе, то к марту Ленинградскую область отнесут в статус прифронтовой, прицепом к Белгородской и Брянской. Вопрос, откуда украинский флот в Балтийском море имеет очевидный ответ – купили пару корабликов. Если под флагом Монголии ходят суда, то нет ничего удивительного в том, что украинские корабли есть на Балтике. Под флагом Монголии в Мировом океане ходят даже боевые корабли Его Величества Карла Третьего. Если учесть то, сколько украинцев погибло только при строительстве Петром Первым города имени себя, то можно потребовать передачи Кронштадта под военно-морскую базу Украины, в том числе в целях защиты украинцев, проживающих в Ингрии и Карелии, все еще оккупированных московитами. Базу в Кронштадте надо обязательно добавить одиннадцатым пунктам к украинской формуле мира. Возможно, ритуальная служба Кремля будет требовать от Шойгу удаления с Балтики наших кораблей до марта. Однако сие никак невозможно, поскольку они должны участвовать с февраля по июнь в больших учениях НАТО по отработке мер отражения вторжения рашистов в страны Балтии и Скандинавии. Так что Кремлю следует не просто смириться с присутствием украинского флота на Балтике, но и начинать привыкать. Это одно из условий гарантии безопасности для Украины. Если Кремлю что-то не нравится, то он может жаловаться в штаб-квартиру НАТО. Большое наступление ко дню голосования за Путина может привести совсем не к тем картинкам, которых ждут в ритуальной службе Кремля. В русле грядущего наступления и выборов обрушение моста в Крым к марту становится неизбежностью. При желании такое можно считать соцопросом. Проголосуете за Путина, если мост упадет, или не проголосуете? Большинство россиянцев ответит «проголосую», и тогда можно провести новый опрос. Если ВСУ освободят Крым, то будете ли вы поддерживать Путина? Если ответ будет массово утвердительным, то опрос придется продолжить до тех пор, пока не прозвучит дружное «да» на вопрос «Хотите посетить похороны Путина?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok